друзья мои как помыть фильтр от сотрите у нас фильтром еле-еле уже бежит канал забивается его надо промывать и как это сделать правильно чтобы не вы не навредить не рыбкам не растениям не бактериям которые фильтре я вам сейчас покажу друзья мои будет конечно не такой уж и вкусный сейчас ролик да потому что но все таки это все будет происходить в ванной комнате у меня простите уж если кого обидит такое видео но тем не менее нужно сказать несколько слов о том как чистить фильтра это фильтр эхеин 2217 который у нас стоит на этой растительной баночке ну сейчас это не реклама собственно говоря но очень хороший очень хороший смысл как бы ну не в химе конечно смысл ролика а смысл ролика в том как его мыть по правильному смотрел по всякие разные передачи где говорят там надо чуть ли не с хлоркой мыть ни в коем случае смотрите фильтре у нас сидят бактерии которые перерабатывают страшные страшные яды которые выделяют рыбки это аммоний нитрит аммоний вот эти бактерии которые там сидят внутри они перерабатывают в менее страшный яд менее страшный яд под названием нитрат который в принципе я не такой сильный это я его не могу открыть друзья но что у нас есть у нас тут есть во первых ротор который собственно гоняет воду да ну вот эта часть насоса я нужно вытащить видео тоже весь грязный его нужно помыть просто достаточно мой каждую лопать мы там уже зажжет штифчик ну потому что чем нам больше на нем грязи тем и ну ну сложнее как на эти тяжелее тяжелее сопротивляться воде ему это тоже какая то ли губку то ли похоже на губку в самом фильтре все очень интересно вот это вот место посадочное вы промываете обязательно ну а трубочку промывать я вот так делаю беру туда и воду туда втыкаю прям трубочку трубочку пробегает собственно это вот вся мойка этого вот ровно больше не нужно ну вот эти что тоже которые его закрывали все вставляем обратно я эту штуку вот еще и попа течения нет и подожди дядя яша тут пытается меня заставить работать поскольку я сегодня карабас я тут решил работу какую-то сделать надо меня нагрузить пока у меня настроение есть я уже устал так ну и в стороночку бошку убираем с ней все понятно а дальше с самим фильтром я вот воду из него слил он у нас был ушный тут полом какие-то части деталей фильтр этот дядя яша засыпал вот этими кружками и там у нас еще вот такая вот штука есть идеально для нереста значит ну смотрите все вот из него вытаскиваю все что есть разные там приспособулины значит что у нас самое главное самое главное место где живут бактерии это у нас какие-то вот такие кольца и губки губки и вот такая вот еще что-то значит нам главное не убить этих бактерий то есть часть мы конечно смоем туда в унитаз но чтобы культура этих бактерий осталось и большая часть этих бактерий должна у нас остаться для этого мы используем только теплую воду не холодную не горячую а вот комнатной температуры такая же примерно как у паренью чуть потеплее можно сделать чтобы не убить ни одну бактерию вот я надеюсь это понятно и смываем всю грязь освобождаем место для бактерий но это в том числе и старые бактерии которые там померли да которые померли и потом вот стали вот такой черный масс там такой сложный процесс бактерии когда задыхают другие бактерии этот белок этих бактерий как бы перерабатывать да вот все это дело интересно там уже сколько летом мы его привезли скоро год как будет скоро будет вот как ну 10 10 месяцев это точно я не помню какой там месяц в мае по моему июня июня с июня да 10 месяцев ну вот этим хороший хейм то что вот его скорость течения скорость протекания через него воды и объем его вот он как балансировался то есть например у нас есть плювалы там да 5 6 вот там трубочки снимать они не перегибаются намного удобнее конечно чем хейм в плане ну вот 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 трубок и всего остального крепление ротор там снизу вот это намного удобнее но скорость настолько сильная а объем самого самой канистры ну и вообще как бы вот устройство внутреннего маленький что он сразу же забивается мы их моем раз в три месяца не поможет все он просто полом встает и еле-еле дышит а в плане как бы ну снять обслужить конечно плювал 5 6 очень удобно но в плане долгожительства лучше конечно день раз в 10 месяцев моего гораздо проще чем раз в три месяца мне так кажется я хочу сказать что отмывать эти губки вот до чистейшего состояния ну как бы не нужно нужно просто основу основное стряхнуть чтобы бактериям было чем дышать где селиться а вот эту вот моем вот так вот таким образом ну вот так вот не моем даже не столько моем сколько вот этот пил забить надо с другой целью не стоит убиваем мыло и все хорошо все все а здесь так вот погружу вот вышел я из уанны так собираю все обороны смотрите вот эта сеточка лежала я ее короче конфискую это для нереста всяких там папандета фурката радужная рыбка и прочая лепота и прочая лепота да заменяю ее на керамзит керамзит уже утонувшийся утонувшийся вот и закладываю это все промытыми губками короче говоря важно место где поселятся бактерии ставлю его обратно на место вот пошел совсем другое дело видите друзья вот теперь там куча куча место для бактерий правильно я говорю короче говоря друзья самое важное что нужно знать при чистке фильтра это никакой горячей и холодной воды все не вымывать никогда его до чистоты до идеальной и все дисбактериоз дисбактериоз да не надо то же самое если вы антидотики пьете потом надо же чем-то заселять фильтр а так немножечко оставили на субстратике затравочные как бы культуру бактериальную которые потом за день разрастется у нас и все будет нормально надо шпарить никогда я бы все равно так не сказал хорошо дядя Яша ты супер а вы подписывайтесь на дядю Яшу и ставьте ему лайки